Ахмед Шахидов 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 мировые правозащитники. И перед совещанием у меня было где-то 15-20 минут, и я в течение этого периода решил провести акцию. И все люди, которые зашли внутрь здания, они видели, как я стоял, держа в руках фотографии. И потом они подошли ко мне, я дал им информацию о азербайджанских заложниках и дал свою визитку. И мы сейчас до сих пор приписываемся с ними. Вот такие подобные акции у нас было проведено и в других европейских городах тоже. Ситуация с азербайджанскими заложниками, она не единственная, когда армянская сторона нарушает нормы и принципы международного права. Уже больше месяца, как Армения не возвращает тело солдата вооруженных сил Азербайджана Чингиза Гурбанова, который погиб в результате армянской провокации на линии фронта. Почему Армения так поступает? Почему Запад не реагирует на такие противоправные действия Еревана? Да, конечно, этот вопрос тоже включен в нашу повестку дня. И власти Армении в этом вопросе тоже не подчиняются требованиям Женевской конвенции. Потому что есть определенные законы, касающиеся подобных случаев. Тело убитого солдата должно быть незамедлительно возвращено на родину. Но Армения не подчиняется этим требованиям. Азербайджанское государство ради решения этой проблемы мобилизовало все свои силы. И по указу главы государства Илхама Алиева принимаются интенсивные и безотлагательные меры. И мы, как представители гражданского общества, развернули деятельность в этом направлении. С первого же дня мы обращались к западным послам в Баку, к международным организациям, с призывом помочь в этом вопросе. И во время земной сессии ПАСЭ, главный секретар ПАСЭ, господин Яглан, тоже обратился к делегации Армении с призывом вернуть тело азербайджанского солдата. Я думаю, что действия таким образом власти Армении пытаются психологически воздействовать на нас. И в то же время стараются заработать дивиденды в глазах своего же народа. Думаю, действия азербайджанского государства не останутся безответными. И в скором времени эта проблема найдет свое решение. Есть четыре резолюции Совета безопасности ООН о немедленном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных земель Азербайджана. Есть ряд других документов международных структур. Почему армянские вооруженные силы не покидают азербайджанские земли? Как вы думаете? Армения – страна оккупант. Армения – страна, поддерживающая террор на международном уровне. А террористы, как вам известно, не признают никаких норм и не соблюдают никаких общих принятых норм. Вы уже упомянули о беженцах и вынужденных переселенцах. Какая работа проводится в донесении информации об их правах, нарушенных в результате армянской агрессии, до международного сообщества? Ну, вы знаете, в Нагорном-Карабанском конфликте уже более 25 лет, и в результате этого конфликта 20% территории Азербайджана оккупировано. И все эти годы азербайджанское государство, глава страны во всех своих выступлениях, речи, встречи об этом говорит. Я не думаю, что мировое сообщество не знает об этом. Они знают, и Минская группа ОБСЕ, члены этой группы являются мировой страной. Вы напомнили о четырех резолюциях ООН. Это очень серьезные документы. В них черным по белому написано, что Армения должна вывезти свои войска с территории Азербайджана. Я думаю, что ООН бывают одни вопросы, в решении которого эта организация предпринимает очень оперативные шаги, а в решении большинства других вообще никаких результатов. И это факт двойных стандартов, которые существуют в мире. Ну, несмотря на все это, несмотря на неконструктивную политику армянского руководства, Баку продолжает демонстрировать приверженность мирному урегулированию конфликта. В Баку находится в целости сохранности армянская церковь, армянские книги, армянские рукописи. Здесь изучают армянский язык в вузах. К нам приезжают армянские общественные деятели. Вы наверняка обо всем этом рассказываете на международных мероприятиях. Какая реакция следует на такую информацию? Да, вы затронули очень тонкую и важную тему. Сегодня Азербайджан является колебелью мультикультурализма и толерантности в мире. В Азербайджане сегодня, кроме азербайджанских турок, живут евреи, русские, украинцы, авары, талыши, таты, цахуры и армяне. И армяне, как равноправные граждане этой страны, мирно живут. И даже в центре города в целостности и сохранности стоит армянская церковь. В архивах еще хранятся книги, журналы, рукописи на армянском языке. И время от времени видны армянские деятели, спортсмены, политики посещают Баку. Вот недавно, несколько месяцев тому назад, видный армянский общественный активист Вахи Аветян приехал в Баку. Иван Мартирасян, да. Да, Иван Мартирасян, другие видные армянские активисты приехали в Баку. Вот именно, я хочу остановиться в поездке Вахи Аветяна, он приехал в Баку, спокойно гулял по улице города. Я посетил армянскую церковь, ознакомился с книгами, журналами на армянском языке в архивах. Потом побывал в армянских семьях в Баку, в Сумгаите. Потом всем этим поделился в социальных сетях. В то время я находился в Вене на заседании ОБСЕ. Там тема была правоэтнических меньшинств. Там я проинформировал западных стран, послов Европейского союза и членов ОБСЕ. Там рассказал, как Вахи Аветян приехал в Баку, что случилось. Там посол из Армении, не найдя ответа, просто покинул зал, потому что отрицать это то, что является фактом, невозможно. А послы европейских стран, они даже не смогли скрыть свое удивление, как это может быть, что армяне свободно посещают Баку, гуляют по улицам города. Да, это опять-таки показатель толерантности, показатель мультикультурализма, который Азербайджан в данный момент имеет. Вы напомнили о мирном решении, мирным путем Нагорно-Карбатского конфликта. Все это время Азербайджан был на стороне решений, мирным путем Нагорно-Карбатского конфликта. Увы, перед нами правительство Армении, страна, которая поддерживает террор на международном уровне. Я хочу напомнить последнее распоряжение главы государства Илхама Алиева о восстановлении села Джоджук-Мерджанлы. Как вы знаете, после апрельских боев азербайджанская армия освободила высоту Лелетепе. После этого село Джоджук-Мерджанлы стало безопасным для жизни. И вслед за этим распоряжение президента о восстановлении этого села. И очень приятно, что жители Джоджук-Мерджанлы уже обратились к руководству страны, вернуть их в родное село. Это опять-таки показывает, что и государство, и правительство Азербайджана, и народ Азербайджана готовы вернуться своей земли. И невозможно думать о будущем Нагорного Карабаха без Азербайджана и о будущем Азербайджана без Нагорного Карабаха. И это аксиома, это должны знать и армяне, и все мировое сообщество. Планируете ли вы посетить в ближайшее время Европу, принять участие в международных мероприятиях и еще раз поднять вопрос азербайджанских заложников, возвращения тела Чингиза Гурбанова? Да, значит, 21 февраля в Женеве, в Швейцарии, состоится международная конференция правозащитников со всего мира. И я планирую участвовать в этом мероприятии, и во время своего выступления и в ходе встречи с другими правозащитниками я подниму вопрос освобождения келбаджарских заложников. Думаю, это будет продолжение нашей работы в этом направлении. Потом у меня в марте и в апреле назначены встречи и выступления в ОБСЕ и в других международных организациях. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо. Наша передача подошла к концу. Я напомню, о бездействии международных структур в отношении армянской агрессии против Азербайджана мы говорили с руководителем Института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмедом Шахидовым. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин